Добрый день, это Политека Онлайн, меня зовут Виталий Продьюс, и я приветствую всех наших зрителей. Друзья, давайте также вашими лайками поприветствуем нашего гостя. Это Игорь Александрович Яковенко, российский журналист, педагог, социолог, общественный деятель. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Начнем с новости, которая пришла буквально на ленты новостей. Хотелось бы с вами это обсудить. Ройтерс публикует предварительные выводы расследования разрушения Каховской ГЭС. И по данным международной экспертной группы GRC, с 80% вероятностью взрыв Каховской ГЭС был спровоцирован заложенной заранее взрывчаткой. Путин, в общем-то, уже сам практически признался, что если бы не взорвали, было бы контрнаступление. Как вы думаете, будут ли окончательные финальные доказательства и какие это последствия будет иметь? Начну со второй части вашего вопроса. Я думаю, что когда будет установлена конкретно вина российского руководства и когда будет установлена причастность к этой трагедии персонально первого лица, то я думаю, что мы увидим второй ордер на арест Путина уже по-другому. Может быть, даже более серьезным уголовному делу. В любом случае, это еще один эпизод в международном трибунале, который неизбежно будет проходить по преступлениям России в Украине. Это вторая часть вашего вопроса. А первая часть вопроса – это когда? Ну, я, естественно, не могу ответить на вопрос когда. Вообще, вот западная юстиция, западное расследование, они проводятся довольно тщательно и не быстро. Поэтому я не знаю, когда они соберут все доказательства, когда они сделают окончательные выводы. Тут, понимаете, в отличие, скажем, от сталинской юстиции, да, где признание царица доказательств или там с самого начала делаются выводы на основании классового происхождения. Ну, здесь вот все происходит иначе, здесь собираются доказательства, изучаются какие-то источники информации, в том числе, там, наверное, спутниковые съемки и так далее. Ну, и вот в результате делается вывод. То есть это работа. И работа требует достаточно такого тщательного, обстоятельного всестороннего подхода, понимаете. Конечно, вот нам, публицистам, очень легко сделать выводы с самого начала. Мы руководствуемся именно таким публицистическим подходом. Нам ясно, что, ну, с точки зрения здравого смысла, понятно, что извне разрушить плотину невозможно. На этот счет есть экспертиза. Действительно, там удары хаймерсами, они не могут разрушить дамбу. Значит, вероятность того, что там, значит, диверсионная группа проникли. Ну, короче говоря, самый основной аргумент, когда мы говорим о том, что этот взрыв осуществили российские оккупанты, он очень простой. Под чем контролем находится Каховская ГЭС? И все, это как бы, ну, аргумент здравого смысла. Но для того, чтобы вынести... Это наша работа. Наша работа публицистов, значит, журналистов. Мы можем делать такие предварительные выводы, предварительные заявления. Ну, а для того, чтобы предъявить обвинение на трибунале и получить, например, орган в Международном уголовном суде, для этого требуются более детальные обсуждения и более детальные доказательства, причем, так сказать, разносторонние. Так что вот я думаю, что в целом итог неизбежен, но когда это вот сказать довольно сложно. А может вообще победить вот этот здравый смысл, когда мы на других примерах видим, что наказание не несет агрессор и лично Путин? Вот, ну, яркий пример – это кейс MH17. Сбит абсолютно гражданский самолет, 300 человек на борту абсолютно жестоким способом. Люди гибнут. И как это потом, эвакуация тел происходила, ну, мы это все помним, уже множество фильмов об этом снято, да, совершенно тяжелых и страшных, да, которые и в мире уже признаны, и все знают эту трагедию, все понимают, кто за ней стоит. Ну, вот этот человек уже 10 лет прошло, он продолжает управлять Россией, он уже новые трагедии провоцирует. Вот он Каховскую ГЭС взорвал, вот Крымский Титан уже там заминирован с аммиаком, он бьет по аммиакопроводам, взрывает дамбы в других местах. И Запорожская АЭС у нас тоже, в общем-то, в таком подвешенном состоянии сейчас находится, да. Ну, я уже молчу про вот эти все угрозы ядерным оружием, перемещение его в Беларусь якобы и все остальное. Вот откуда надежда вообще на победу здравого смысла вот в такой реальности? Я не вполне точно понимаю вопрос, откуда надежда на победу здравого смысла, чего, где. Если мы с вами говорим о победе здравого смысла в Кремле, то такой надежды нет. Если мы говорим о победе здравого смысла на Западе или в Украине, то там здравый смысл присутствует, он там побеждает. Если речь идет о, в конечном итоге, о торжестве справедливости, то она будет торжествовать после победы на Украине в этой войне. То есть логика-то предельно... Здравый смысл заключается в том, чтобы те страны и те политические структуры, в которых этот здравый смысл присутствует, они сейчас воюют. То есть победа здравого смысла в настоящий момент осуществляется на поле боя. Вот я бы так сказал. Это, конечно, парадоксально. Понимаете, это же не урок, не лекция по логике, когда мы с помощью аргументов доказываем какие-то правильность логических построений. Это война. И здравый смысл сегодня сражается с абсурдом на поле боя. Вот так это выглядит, если брать эту сторону вопроса. Ну и Украина, как уже известно, добивается справедливого мира для себя и справедливости в целом с оружием в руках, вооруженным путем. Но при этом есть предложения мира, которые как раз этот здравый смысл и справедливость пытаются обменять на мир. Вот в частности вспоминается мирный план африканских государств, которые вот приехали вчера в Киев, сегодня они, соответственно, в Петербурге. Ну и они предлагают как одну из опций, это снятие санкций с России. И еще одна опция персонально касается Владимира Путина, это отмена ордера на арест международным криминальным судом по делу о похищении украинских детей с оккупированных территорий. То есть мир может предлагать и несправедливые вещи. И вот в таких условиях не пропадает ли вот эта надежда на то, что все-таки главный агрессор и персонально Путин будет наказан? Или же он будет дальше вот торговать и пытаться обменять мир на какие-то гарантии для себя? Знаете, Виталий, вот вы сейчас сказали, мир предлагает... Ну, в данном случае мы знаем о делегации нескольких глав африканских стран, но несколько африканских стран это еще не мир, согласитесь. Поэтому в мире есть силы, которые вот такое предлагают. К вопросу о здравом смысле я хотел бы еще обратить ваше внимание, что в момент, когда главы нескольких африканских государств приехали, ну, явно с пропутинским мирным договором в Украину, в этот как раз момент Кремль решил атаковать Киев, значит, кинжалами, беспилотниками, ну, короче говоря, осуществить очень серьезный ракетный удар по Киеву. Да, у меня тут было громко очень. Что-что? У меня тут было очень громко, я могу подтвердить, я недалеко живу вот от этих мест, собственно, там вот как раз район Подольский, Оболонский, они были под ударом, и, в общем-то, в этот момент как раз делегации ехали, были перекрытия улиц, там, на окружной дороге, вот, которая здесь рядом, и в это время как раз делегации проезжали вот в Бучу. По крайней мере, так было официально даже нам анонсировано, было определенное расписание этих перекрытий, вот, ну, и в этот момент все и произошло, как раз вот, когда должны были проезжать эти кортежи. Это так, к слову, добавил вам, да. За поддержку, за такую иллюстрированную поддержку того, что я говорю, так вот, возвращаясь к вопросу о здравом смысле, да, это вот как в таких случаях подростки говорят, L-логика, да, значит, вот в чем здравый смысл со стороны Кремля, как раз бомбить, наносить ракетные удары по Киеву, в тот момент, по сути дела, ударять по той делегации, которая осуществляет руку, протягивает руку помощи Путину, то есть своим же собственным союзникам, потому что очевидно, что мирный план, который предлагают вот эти лидеры африканских стран, это план спасения Путина, это очевидно совершенно. Значит, прекратить сейчас военные действия, отдать России все, отдать Путину все, что он просит, и в дальнейшем там, я не знаю, есть ли в этом мирном плане, просто этот конкретный мирный план, бумажку я не изучал, но там обычно в таких случаях предусматривается не то, что отдать Путину все, что он хочет, еще и обеспечить нейтральный статус Украины. Как правило, это еще одним бонусом идет. Но в любом случае, это, что называется, ну, на войне это называется дружественный огонь. Но в данном случае дружественный огонь обычно это бывает случайно. Ну, я не беру там знаменитую любовь Шойгу и Пригожина, там специально, но обычно дружественный огонь это случайно. А здесь, ну, как случайно? Ну, знали, что там лидеры африканских стран, знали, что в данный момент они пытаются уговорить фактически Зеленского сдаться. И в этот момент наголову вот этим лидерам африканских стран летят ракеты. Что очень характерно, несмотря на это, это вот одно, так сказать, окошко, где отсутствует здравый смысл, это Кремль. Второе место, в котором отсутствует здравый смысл, это головы, значит, вот этих вот лидеров африканских стран, которые, убедившись в том, что из себя представляет путинский режим, просто прямо наглядно вот они убедились, им Путин, Кремль объяснили, что они такое. И, несмотря на это, они, все равно приехав в Россию, по-прежнему говорят, что, ну, пожалуй, что надо мириться, но по-прежнему стоят на том же самом плане и говорят о том, что, значит, вот нас, поймите, нас тоже, у нас Африка голодает, потому что вот у вас тут война, так, простите, если же здравый смысл, то обращайтесь к Путину, чтобы он прекратил войну, вывел свои войска из Украины. Нет, они по-прежнему говорят, нет, надо вот сейчас приостановить военные действия, значит, и заняться умиротворением Путина. Тоже полное отсутствие. Вот, я не знаю, там, любому из, это же глава государства, это же не наш брат-публицист, который, в общем-то, отвечает только за свои тексты, то есть мы, что называется, командиры армии слов, а эти же люди, они, значит, отвечают перед своими гражданами и представить себе каждому из них, каждого из них спросить, давайте у вас оттяпаем 20% вашей территории, поубиваем несколько сотен тысяч ваших граждан, а потом скажем, ну, а теперь давайте все забудем, обнулим все прошлое и вот начнем все сначала, оставим, так сказать, оккупированные территории за агрессором, ну, и, так сказать, и обещаем, что мы не будем освобождать свои земли. Ну, как бы они ответили? Ну, то есть это полное отсутствие, действительно, здравого смысла, отсутствие логики в головах людей. Ну, в данном случае давайте с точки над «и» расставим. Здесь апелляция к здравому смыслу, когда речь идет об интересах, она бессмысленна. Здесь доминируют интересы. И если есть вот такой вот интерес, все-таки Лавров не случайно объезжал все африканские страны, и понятно, что он там раздавал подарки, понятно, что он просто покупал элиты этих стран на корни. Ну, и здесь вот, видимо, сработал именно интерес. Причем, я думаю, что личный интерес в верхушке этих стран. Игорь Александрович, а вот с другой стороны, все эти африканские страны, они имеют опыт, ну, такой достаточно трагичный конфликтов второй половины XX века, внутренних, гражданских, там, каких угодно, между собой. И, соответственно, наверное, имеют какой-то опыт урегулирования вот таких соседских войн. Он, ну, это стоит к этому серьезно отнести, серьезно рассматривать вот такие вещи. Они могут действительно что-то конструктивное привнести в тот же переговорный процесс, потому что, ну, вот на уровне, по-моему, глав государств, на уровне глав государств он еще не выходил. То есть мы видели спецпосланника Китая, мы видели попытки, там, Папа Римский предлагал, но так и никуда не поехал. Ну, в общем, а тут вот уровень все-таки высокий. И, с другой стороны, Африка также зависит... Африке нужно украинское зерно, наверняка нужны какие-то российские ресурсы. И, в общем, они там заинтересованы в том, чтобы тоже тут, как бы, ситуация нормализовалась и война закончилась. Ну, во-первых, я должен сказать, что все-таки на уровне глав государства этот миротворческий, в кавычках, процесс выходил. Ну, трехдневный визит Си Цзиньпиня в Москву, а это уж все-таки... Си Цзиньпин все-таки глава государства, да, но с этим не поспоришь. Но Киев не приехал. Что? Киев не приехал. Не приехал, но был телефонный разговор, да. То есть, ну, да, личного рукопожатия не было, но телефонный разговор состоялся. А, то есть вы имеете в виду, то есть, по отношению к Киеву, да. Да, ну, вот такая, хотя, простите, вспоминается мне еще визит индонезийских представителей, была попытка уже. Да, нет, попыток было много. На самом деле, так сказать, вот эта вот гонка миротворцев, она присутствовала, она затрагивала и визиты в Киев, особенно визиты в Москву. Но попытка, так сказать, убедить крокодила перейти на травку, значит, на питание, так сказать, плодами, ягодами и травкой, она, в общем, присутствовала. Но эта идея почему-то овладела массами политическими, поэтому попытки у многих были. Так что, ну, опять-таки, это, ну, я бы сказал, такой достаточно дешевый популизм, потому что в основном я убежден, что это работа на внутренней аудитории. И у Макрона в свое время были такие попытки, и, так сказать, у Си Цзиньпина это работа на внутренней аудитории. Просто, понимаете, огромный, напрасно, да, в Европе, там, в какой-то степени в Соединенных Штатах Америки, эта война воспринимается очень остро, потому что, действительно, это война в центре Европы. Но сказать, что там в Латинской Америке, в Африке все напряженно следят за этой войной и вообще хорошо знают историю российско-украинских отношений, я так не думаю. Для многих это вот что-то происходит где-то на окраине мира, их мира, африканского. Вообще, вот, для россиян, ну и в любом случае, для европейцев и для украинцев очень характерно центричное, так сказать, своецентричное восприятие мира. То есть, для россиян Россия центричная, для украинцев, естественно, Украина центричная. Это нормально, но убеждение в том, что особенно это очень характерно для российской пропаганды, все убеждены, там все убеждены, что Россия вообще находится в центре внимания всего человечества. Хотя, на самом деле, так сказать, это далеко-далеко не так, там, интерес, ну да, действительно, к Советскому Союзу был интерес, потому что была сверхдержава, империя зла, и, в общем, мир внимательно следил за тем, устроит Советский Союз, ядерную войну, или там, что он в очередной раз выкинет, кого он в очередной раз захватит. Но после распада Советского Союза, в общем, как-то успокоились, и интереса такого жгучего нет. И сейчас тоже. Вот, да, эта война, конечно, всколыхнула интерес, но в то же время в тех же самых африканских странах явно не очень глубоко разбираются в том, что происходит сегодня. Истоки войны, кто, как, что такое была Украина. Для очень многих, ну вот, в частности, тот же самый Лула де Сильва, бразильский президент, когда выступал со своей мирной инициативой, он говорил о том, что, ну, в конце концов, ведь это же все, там же живет один народ, они говорят на одном языке, значит, имеют полное право, так сказать, как-то объединиться там и так далее. То есть для них это все очень-очень далеко. Это все находится на периферии. Для южноамериканских народов и политиков, для африканских, да и, в общем-то, для многих американских политиков тоже это все на периферии мира. И поэтому, поэтому в основном это акт внутренней политики. Каждый хочет прославиться миротворцем и попытаться, значит, представить перед народами своих стран, ну, мир, это же хорошо. Ну, согласитесь, мир, требовать мира, это же хорошо, это же правильно. И это надо глубоко вникнуть в проблему, чтобы понять, что в данном случае эти миротворцы на самом деле способствуют гораздо больше крови и гораздо более длительной войне. Но для этого надо разбираться в проблеме, чего явно не собирается делать там электорат очень многих стран. Так что здесь еще раз подчеркиваю, мотивы внутриполитические. Ну, и Зеленский, реагируя на вот этот вот обстрел, сказал, что Путин или не контролирует свою армию, или он неадекватен, потому что это абсолютно парадоксальное действие, когда ты ждешь делегацию с мирными предложениями, которая приехала вот тут с украинской стороной переговорить, летят эти ракеты. Ну, и как еще один пример таких действий, не совсем адекватных от Путина, вот он вчера на форуме комментировал разные свои решения и действия, и Зеленского также комментировал, сказал, что Зеленский – позор еврейского народа. Делал самого Путина много друзей в еврейском сообществе и в целом много говорил о евреях, о том, как их там в нацистская Германия, да, соответственно, проводила Голокост и все остальные варварства. Ну, и при этом в зале сидит у нас на питерском этом форуме в основном представители арабских стран. Так сложилось просто, что арабские страны, они сами конфликтовали постоянно с еврейским народом. На что вообще расчет, насколько это уместно, вот эти все комментарии, почему он их себе позволяет и почему он так действует? Есть какая-то в этом логика или это признаки действительно какого-то уже неадекватности? Вы знаете, когда человек начинает разговор с заявлением, что, вы знаете, у меня есть друзья евреи, то я, как правило, в 99% понимаю, что передо мной антисемит. Потому что это классическая антисемитская оговорка, так сказать, ну, в принципе, да, я к евреям, так сказать, не очень, но у меня есть друзья. У меня есть, как правило, у меня есть друг еврей. Друг еврей – это, так сказать, каинова печать антисемита. Значит, что касается, ну, вот этого сюжета, вообще говорить о национальности главы другого государства, это вот, ну, как подростки говорят, такой зашквар, что дальше ехать некуда. Понимаете, ну, как, значит, какое кому дело, к какой национальности глава другого государства? Что, зачем? Ну, понимаете, даже для вот нашего брата, публициста, это, в общем, не очень приличное занятие. Но уж, когда глава государства такие вещи поднимает, это полный позор. Это действительно настоящий позор. Ну, на самом деле, в своих этих выступлениях на Питерском экономическом форуме Путин, оно все состоит из перлов. Замечательное его рассуждение по поводу потерь украинской армии. Это просто шедевр, потому что, ну, просто реально, то количество войск, которыми наступает украинская армия, здесь, естественно, у меня нет прямых данных по технике, но совершенно очевидно. Ну, во-первых, там пять Хаймерсов, которые уничтожены, с учетом того, что Украина, их всего два. Их просто два, а уничтожены пять, как заявляет Путин. Значит, количество танков, там, 186, если я не ошибаюсь, с учетом, что те силы, которыми наступает украинская армия, дело в том, что украинская армия, опять-таки, я не военный эксперт, но, тем не менее, все, что я знаю о том, что происходит, и по данным военных экспертов, и по данным, которые есть в открытой печати, а другими я не пользуюсь, значит, свидетельствует о том, что как минимум в три раза преувеличена не цифра потерь, а цифра вообще вооружений, бронетехники, танков, которые участвуют в этом наступлении. То есть там всего порядка 80 танков максимум могло вообще, в принципе, участвовать в этом наступлении, а уничтожено 186. Ну вот, примерно то, что, значит, Путин говорит, на что это рассчитано, на какую аудиторию, на аудиторию генерала Коношенкова, с ним пытается конкурировать Путин, трудно сказать. На самом деле, он, ну вот, Зеленский выдвигает два, две идеи, ну, вернее, основные две идеи, что Путин не контролирует армию, и он неадекватен. Я думаю, что эти идеи, это ложная дилемма, значит, я думаю, что это не взаимоисключающая версия. Я думаю, что Путин не контролирует армию, в том числе и потому, что он неадекватен. Так что вот здесь, мне кажется, и то, и другое присутствует в полной мере. Ну и заявил Путин также, что есть польза от войны, вот как раз для экономики, на экономическом форуме. Как вы думаете, почему он пытается, ну, действительно ли есть основания так полагать, что для российской экономики война приносит пользу, потому что, ну, некоторые эксперты говорят, что действительно, вот если смотреть на ВВП, то, ну, не такие уже большие проблемы у России. Вы знаете, это вот как был такой старый советский детский фильм «Айболит-66», и там была такая песенка «Это очень хорошо, что нам очень плохо». Значит, вот это примерно из этой серии. Хороший был, веселый фильм, добрый очень. Вот это очень хорошо, что нам очень плохо. Значит, уже там деградация российской экономики довольно серьезная. Да, безусловно, ее спасают. Спасают как раз те самые проклинаемые системные либералы, там все эти Набиулины и Силуановы, которые действительно спасают российскую экономику, потому что они не дают всяким совсем отмороженным безумцам, значит, устроить то, что они, ну, типа Соловьева, там и прочее, у него есть большое количество экономистов, в кавычках, там, типа Делягина, Хазина и так далее, которые очень агрессивно критикуют вот этот экономический блок правительства. Но экономический блок правительства действительно работает как часы, здесь надо отдать должное, и они за это должны будут, конечно, получить серьезные солидные сроки за такую вот очень серьезную помощь фашистскому режиму. Но пока они не в тюрьме, они работают, и работают успешно. И действительно, экономика России пока держится. Но это не значит, что она держится благодаря войне, она держится вопреки войне. Вот, поэтому, ну, идея о том, что милитаризация экономики – это большое благо, эту идею я слышу в российском телевизоре, она лет 20 присутствует, особенно в программе Соловьева, что вот там милитаризация, значит, мы там военная промышленность, а за ней подтянется все остальное. Слушайте, я присутствовал при, значит, вот конверсии, когда пытались военные заводы научить делать какие-то гражданские, объекты гражданской инфраструктуры. Вот я видел какой-то кошмар. Ездил, так сказать, ну, будучи депутатом Госдумы, ездил в Северодвинск, где, значит, крупнейшие предприятия, там, «Звездочка» и «Севмаш», которые делают подводные лодки, вот когда они пытаются делать что-то для гражданки, то это получается, во-первых, очень плохо, а во-вторых, раз в 20 дороже, чем, если бы то же самое делал, ну, просто реально, раз в 20 дороже, чем, если бы то же самое делали гражданские предприятия, поэтому это глупость. Вот, значит, идея, что милитаризация способствует процветанию экономики, это идея безумная. Ну, в какой-то степени, значит, ну, пока экономика скрипит и двигается, но, в общем-то, и это может какое-то время продолжаться инновационным образом, если не произойдет какой-то внутренний слом российского режима. Ну, мы видели на этом петербургском «международном», конечно, в кавычках, потому что там, кроме вся международности, это было несколько африканских стран и несколько латиноамериканских стран. Ну, а что касается достижений, то мы видели несколько достижений этого, так сказать, экономического, экономики российской. Это был новый образец отечественного автопрома «Лада», которую пытались завести публично под огромное количество камер, но так и не получилось. Ну, кстати, так вопрос о милитаризации экономики. Что-то вот танкоформата мы так и не видели на фронте. Вот они только на Красной площади один танк вывезли, он там заглох, его там увезли, так сказать, соответственно, с помощью техники. Ну, примерно в таком же режиме работает весь российский автопром. Вот это успех. Это к вопросу о том, как война способствует экономике России. Война реально привела к тому, что из России ушли, просто вот реально, если говорить без этих глупостей, которые там, по поводу которых фантазирует Путин и его окружение, война привела к тому, что из России ушли все ведущие мировые бренды. И прежде всего, если уж говорить об автопроме, то ушли все автомобильные бренды. И пришлось ездить, пришлось перейти вот на отечественный автопром, который просто не ездит, он не заводится. Так все хорошо, с виду машины, колеса есть, кузов есть, даже руль, видимо, есть, но не едет, не заводится. Значит, другой пример гигантского прорыва высоких технологий, это было оживление покойного лидера ЛДПР по фамилии Ж. Значит, это вот, видимо, пытались продемонстрировать всю мощь российских айтишников, которые смогли с помощью нейросетей воспроизвести вот этого человека, который недавно умер. Но опять пошло что-то не так. Значит, по идее, это должен был быть вот такой настоящий господин Ж, который там должен пылать ненавистью ко всему, стремиться все уничтожить. А вместо этого голосом этого человека вот эта компьютерная копия выдала странную идею, что надо оставить Украину в покое. Вот мне кажется, что я не знаю, так сказать. Конечно, все сейчас российская политическая верхушка очень жалеет, что нет Сталина сейчас, потому что, конечно, был бы Сталин, он бы, конечно, расстрелял все это в нейросеть, или, по крайней мере, если саму нейросеть не получилось бы расстрелять, то тех, кто создал эту вот компьютерную копию господина Ж, он бы, конечно, расстрелял. А самого этого и компьютер бы сжег, и экран тоже уничтожен для того, чтобы подобное громоло не распространялось. Вот, собственно говоря, что можно сказать о успехах российской экономики, и в частности, ну а вообще то, что происходило на этом международном экономическом форуме, это, конечно, что-то чудовищное. Ну, а как вы думаете, какие реальные планы у России, вот в частности и по поводу мобилизации, действительно ли там кто-то уже потирает руки, чтобы бюджеты распилить, да, на вот всю эту подготовку и к массовой мобилизации? Ну, а Россия, ну, готовится в том числе и к такому сценарию, потому что, ну, люди, понятно, что это тот ресурс, который, ну, которого у России больше. Вы знаете, тут ведь проблемы, да, безусловно, у России мобилизационный резерв составляет около 40 миллионов человек, но это не те люди, которых вот прямо сейчас можно было бы теоретически бросить на фронт, но, по крайней мере, это те люди, которые обладают, это, во-первых, мужчины, во-вторых, мужчины определенного возраста, и, в общем, по идее, это, ну, 40 миллионов, это очень много, но тут же и другая история, есть довольно узкая бутылочная горлышко, которая не позволяет больше определенного количества бросать на фронт, это, во-первых, вот то, что называется мобилизационные мощности, этих людей надо обмодировать, их надо снабдить вооружением, но есть еще одна очень важная вещь, на определенное количество вот этих мобилизованных должно быть тоже определенное количество офицеров младшего и среднего состава командного, потому что без этого просто вот набрать вот таких вот, извините, мобиков, необученных, необстрелянных, их надо обучить, их надо сладить, так сказать, провести какую-то определенную подготовку, сформировать из них боеспособные подразделения, и для этого нужны командиры, а их просто нет, потому что профессиональная кадровая армия российская была уничтожена в первые месяцы войны, то есть в первые месяцы войны как раз была уничтожена профессиональная кадровая российская армия, а сейчас в настоящий момент, ну что такое подготовить офицера, это процесс небыстрый, и поэтому вот из этих там 40 миллионов в лучшем случае там по 100 тысяч можно будет мобилизовывать, ну фактически вот восполнять потери, то есть так, вот украинский чернозем, Путин может бросать примерно по 100-150 тысяч человек, и это да, действительно, учитывая там 40-миллионный резерв, это можно делать довольно долго, но опять-таки это в том случае, если внутри России не произойдет слом режима и слом государственности. Хорошо, еще к некоторым сюжетам, которые происходили на полях или вокруг форума так называемого международного и так называемого экономического, вот интересно повели себя саудиты, их представитель уехал раньше и не захотел сидеть на одной сцене с Путиным, в отличие от некоторых других лидеров, как вы можете объяснить, почему вот такой жест, как его можно прочитать? Дело в том, что... Так, у нас фонит немножко. Дело в том, что вот вся конструкция, значит, путинской поддержки, она держится на подкупе, и какие-то интересы, скажем, ну, особенно вот такого чувствительного, взрывоопасного региона, как Ближний Восток, они держатся на определенном балансе интересов. И попытка, да, действительно, был вояж Лаврова, в частности, не только в Африку, но и на Ближний Восток, где он встречался с лидерами и руководством ближневосточных стран. Но интересы там многовекторные, поэтому, видимо, интересы, которые связаны с Соединенными Штатами Америки, в этот момент возобладали. Ну, то есть, не хватило тех конфеток, тех морковок, которые предложил Лавров. Видимо, они оказались недостаточно увесистыми для того, чтобы все-таки руководство ближневосточных стран оказалось на стороне России, или, по крайней мере, готово было хотя бы визуально поддержать Путин. И еще один сюжет вокруг ПМФ. Сурков напомнил о себе. Говорят, что он предлагает себя в роли либо посла в Великобритании, где у него якобы налажены связи с элитой, он может развернуть местное настроение в пользу России, или же куда-нибудь замом Лаврова, вот, кстати, которого вы вспомнили, чтобы тоже заниматься вопросами внешней политики, мира, как они это видят, и так далее. Ну, и работать по отдельным, как говорится, горячим точкам. Вы знаете, я думаю, что все-таки, опять-таки, у меня нет никаких, так сказать, инсайдов, эксклюзивов из Кремля. Но, исходя из общей логики, я думаю, что возврат Суркова в большую политику, он крайне маловероятен. Потому что у Путина есть определенные разочарования вообще вот в этой и во всей линии по отношению к Украине. Дело в том, что Сурков действительно был архитектором вот этого внедрения, поглощения русским миром Украины. Новороссия. Это же все его, так сказать, его планы. И это провалилось, очевидно совершенно. Вся эта история многомиллиардных вложений в растление Украины изнутри. Да, оно было. Оно было, безусловно. Эти миллиарды там хотя бы на одну сотую процента, они сработали. Агентура Украины была до 2014 года, она была наводнена российскими агентами. Это очевидно, и все об этом знают. Но это оказалось все неэффективно. Во-первых, потому что большая часть денег была разворовано. И во-вторых, в конечном итоге все это оказалось очень поверхностным. И в конечном итоге привело к тому, что на этом был основан. На этом же был основан план Путин, когда он начал войну на 24 февраля. Он рассчитывал на то, что Украина вся на самом деле его поддержит. Ну, или, по крайней мере, значительная часть украинцев его поддержит. Ну, выяснилось, что это не так. Выяснилось, что его просто-напросто обманули, использовали. Там тот же самый Митвичук, до этого тот же самый Сурков. Ну, и, кстати говоря, и на Суркова у Путина тоже здоровенный зуб по поводу идеи управляемой демократии в России. Потому что, на самом деле, эта идея управляемой демократии, она тоже не сработала. Пришлось перейти к более жесткой модели, которая в конечном итоге просто уничтожит оппозицию. И это оказалось более эффективным. То есть, простые методы оказались более эффективны, чем вот эти вот хитромудрые построения Суркова. Так что я думаю, что Сурков – это как бы герой вчерашних дней. Вряд ли он всплывет в российской политике на первых ролях. А как вы думаете, вот Медведчука уже вспомнили. Интересно, есть ли, какое видит для него будущее все-таки кум Путина, да, он в Украине так известен, в первую очередь, что по нему? Вот он недавно, ну, относительно недавно, конечно, уже статью очередную написал про Украину, да, очередные свои тезисы там продвигает. Ну, в общем, как вы видите его роль? Или он, и что он пытается делать сейчас в России? Медведчук делает в России примерно то же самое, что и Янукович, примерно то же самое. То есть, на самом деле, он находится, ну, в роли… Помните эту историю, когда Брежнев вытаскивал Луиса Карвалана? Я не в курсе такой истории. Да, это, значит, вот, это один из представителей братских коммунистических, социалистических режимов. Вот, и вот, значит, Брежнев обменял российского, советского, вернее, диссидента Буковского на Луиса Карвалана. Вот, и вот этот Луис Карвалан, как и многие другие, значит, ставленники советского, советского режима в разных странах вынуждены бежать из этих стран. Они находились там, их селили на дачах, вот, принимали, так сказать, на самом высоком уровне, ну, и затем о них забывали. Вот, я думаю, что вот такую же функцию выполняет Янукович сейчас. Его пытались одно время, то есть, еще, так сказать, до начала этой войны, Януковича пытались каким-то образом использовать, но это было совершенно бесполезно. Медведчук пока еще не прошел ту стадию, когда до него окончательно зайдет, что его место, он, как в таких случаях говорят, на свалке истории. Пока он еще пытается трепыхаться, пока он еще пытается предлагать себя, но я думаю, что через какое-то время он тоже успокоится и вот превратится в такой живой политический труп, где-то рядом с Януковичем. Может быть, их даже поселят в соседних домах, так сказать, для того, чтобы это была такая вот аллея политических трупов. Да, ну и в России, интересно, внутренние процессы происходят, конечно же, не можем не вспомнить о них, о ситуации, о такой перепалке и конфликте между Минобороны и разнообразными формированиями, вот такими, как группа Вагнера и имени Пригожина. Но вот есть интересный момент. С одной стороны, Минобороны потребовало подписать всех добровольцев контракты заключить с Минобороны до 1 июля. Пригожин сказал, что не будет этого делать, послал, в общем-то. В то же время Путин такое ощущение, что стал на сторону Минобороны и сказал, что тогда не будет государственной гарантии для участников этих формирований. По-вашему, чем закончится эта история и действительно ли Путин стал на сторону Минобороны? Хотя мы помним и сюжет, где Путин якобы отвернулся от Шойгу, стал к нему спиной, не поздоровался на награждении каких-то военнослужащих. Ну, что касается вот этого языка тела, да, он очень характерен, но в то же время понятно, что деваться от Шойгу Путина некуда. То есть это, безусловно, Путин испытывает огромное раздражение по поводу Шойгу, потому что, ну, очевидно, совершенно Шойгу свою профнепригодность показал наглядно. Но деваться некуда, так сказать. Путин никогда не сдаст Шойгу, потому что, ну, это будет признанием вообще его огромного поражения. Что касается вот ситуации в этом треугольнике Шойгу, Пригожин Путин, то совершенно очевидно, что Путин полностью стал на сторону Шойгу. Более того, я уверен, что и вот этот приказ Шойгу подписал не просто сведомо, а по прямому указанию Путина. Это очевидно. Значит, что касается последствий. Ну вот, да, действительно, сейчас, что называется, поставлена дата, значит, 1 июля. 2 июля для меня совершенно очевидно, что Шойгу, вернее, что Пригожин не выполнит этот приказ. Очевидно, что он не, так сказать, не заключит, по крайней мере, 1 июля точно не заключит никаких договоров с Шойгу, и дальше возникает парадоксальная история. Он будет всячески стараться затянуть время, потому что, как ни смешно и как ни странно, как ни парадоксально, но время работает сейчас на Пригожина. Если Путин не примет решение сразу после 1 июля, ну, фактически уничтожить Пригожина, ну, уничтожить там, может быть, в буквальном смысле, может быть, в каком-то переносном смысле, но в любом случае не приступит к операции политической ликвидации Пригожина. Она может быть связана с арестом, она может быть связана, так сказать, с какими-то там, с разоружением ЧВК Вагнера, еще с какими-то другими действиями, но это уже дело техники, может быть, просто с ликвидацией Пригожина лично, но это уже, я сейчас не хочу фантазировать, но, скажем так, если не будут предприняты решительные действия по политической ликвидации Пригожина, в случае, а я уверен, что никакого подчинения этому приказу Шойгу со стороны Пригожина не будет. Дальше это может быть разделение по принципу разделяя властвовать, какую-то часть могут обработать вагнеровцев и уговорить, последовать, заключить контракт с Минобороной для того, чтобы их ослабить. Может быть, предпринята атака в средствах массовой информации серьезная по политическому уничтожению Пригожина. У нас это умеют делать, это дело техники. По всем каналам будет сказано, что Пригожин предатель, что установлена связь Пригожина с разведкой Украины или с разведкой Южной Кореи, не знаю уж, чего угодно могут сделать. Если этого не произойдет, вот всего этого, большой атаки по политическому уничтожению, то дальше возникает парадоксальная ситуация, когда, понимаете, сейчас вся надежда Пригожина, она на армию Украины. Все надежды Пригожина связаны с победой армии Украины. Если украинское наступление будет идти медленно и успехи украинского наступления, скажем, вот за эти две недели до 1 июля будут незначительными, ну, такое может быть, потому что мы знаем, что там сколько на сегодняшний момент резервов задействовано, так сказать, 25% украинских. Может, я не знаю. Ну, что-то порядка... Две бригады сейчас работают. Ну, да, ну, порядка 25%. В общем, пока это так, это, скажем, как специалисты говорят, формирующие действия. Вот если это так будет продолжаться до 1 июля, то, конечно, ситуация у Пригожина плохая. Если же, скажем, до того момента, когда начнут уничтожать Пригожина политически хотя бы, украинская армия совершит какие-то другие действия, ну, например, значит, совершит какой-то прорыв серьезной линии фронта. Не занятие... В Бахмуте тоже наши охватывают сейчас там город, а Бахмут это символ и... Да, да, да. Вот если, например, будет взят обратно освобожден Бахмут, вот это будет уже другая немножко история. Освобожден Бахмут, а тут, что называется, маршала Бахмутской победы, так сказать, арестовывают. Да, это будет такая вот символическая нехорошая история. Ну, короче говоря, если украинская армия сейчас совершит серьезный прорыв, то возникнет другая психологическая ситуация. У Путина может возникнуть вопрос. Слушайте, я вот делаю штабку на Шойгу, а воевать-то кто будет? То есть, это же была ситуация примерно такая же, как в начале войны, когда Пригожин же был отдален, он удален от присутствия, от контактов Путина. Ему был воспрещен контакт с Путиным. И только после того, как... И с начала войны он не имел отношения к боевым действиям. И только после того, как стало ясно, что, в общем-то, российская армия не справляется, то вот Пригожин предложил свои услуги, они были приняты. И, в общем-то, он, несмотря на то, что он, конечно... Ну, Пригожин-то, на самом деле, никакого отношения к войне не имеет, как известно. Там действуют совершенно другие люди, там действует тот же самый Уткин, который действительно является профессиональным военным и другие люди, которые понимают войну. Пригожин – это пиарщик. Пиарщик и финансист. Пригожин он про деньги и про, так сказать, кукареканье в эфире. Вот, ничего другого он не умеет. Но в любом случае, если произойдут какие-то успехи украинской армии, то возникнет ситуация, похожая на начало войны, когда, в общем-то, Путин может оказаться в безвыходном состоянии. Нужно будет вводить в действие какие-то резервы российские. А их, в общем-то, нет. И наиболее очевидный резерв – это Чиваковага. Потому что, ну, что еще есть? Есть эти тикток войска Кадырова, которые точно не хотят умирать. Вот это вот совершенно точно. И затыкать дыры на фронте Кадыровцами у Путина точно не получится. А пригожинцы – да, они, в принципе, более-менее боеспособные подразделения. Поэтому сейчас успехи, еще раз говорю, что в принципе это может быть либо политическое, а может быть и физическое уничтожение пригожина, если это произойдет там до, скажем, какого-то начала апреля. Или если украинская армия будет продолжать наступать вот такими небольшими силами. Если же будут введены резервы, и украинская армия добьется каких-то успехов, то это в какой-то степени будет спасение пригожина. Пригожина, скорее всего, возможно, тогда призовут, и он снова может там горцевать, плясать, изображать из себя какого-то маршала Победы. Опять-таки до того, как украинское наступление не уничтожит Вагнера окончательно. То есть это вопрос времени. Игорь Александрович, а возможно, в принципе, арест, какое-то задержание или ликвидация пригожина, учитывая, что наверняка его очень серьезно охраняют? На самом деле не существует такой охраны, которая бессильна перед киллерами или перед арестом. Потому что, ну, конечно, весь же вопрос в том, насколько будет проявлена политическая воля. Вопрос в политической воле. Потому что что такое, значит, арест, несмотря на сопротивление? Это введение в действие. Это надо снимать, либо снимать с фронта какие-то подразделения, либо, так сказать, бросать Росгвардию на это. Ну, в конечном итоге это серьезная заваруха в тылу во время войны. Это серьезная история. Но, в принципе, это возможно. В принципе, возможная ликвидация, возможный арест. Я думаю, что сегодня, вот в той ситуации, в той стадии конфликта, которая происходит, возможно и такое решение. Но для этого, подчеркиваю, политическая воля. Вот есть ли она сегодня у Путина? Я не знаю, не уверен. Вот я не уверен, что у Путина есть сегодня политическая воля на политическую дискредитацию Пригожина. Думаю, что есть. Отдать команду телевизору, чтобы он начал ругать Пригожина и, так сказать, ну, что называется, морально, политически, ментально его уничтожать. Да, я думаю, что такая команда может произойти. Но, опять-таки, это зависит. Вот сейчас, в том числе, как ни парадоксально, и судьба Пригожина зависит от успеха украинской армии. Да, и, кстати, что касается каких-то моментов по устранению Пригожина, мы видели уже разные сюжеты, которые намекают от возможности дружественного какого-то огня. Это я сейчас в первую очередь говорю о конфликте с чеченскими подразделениями, вот этой вот истории с Телемхановым. Кстати, интересно, как вы интерпретируете вообще, что это было. Ну, и тут же параллельно вспоминается сюжет с тем, как минировали пути отхода Вагнера, да, и даже там был задержан один из офицеров российской армии, взят в плен, как было заявлено, подразделениями Пригожина, и сейчас этот офицер выступает, ну, таким спикером, по сути, Минобороны, и тоже торпедирует по этому направлению медийно-вагнеровцев. Ну, давайте, это все-таки разные вещи. Что касается взятия в плен российского подполковника, то это как раз один из самых ярких примеров того, что Путин не контролирует вооруженные силы, Путин не контролирует то, что там происходит, и, естественно, если бы контроль был, то в первые же минуты после обнародования этого конфликта и вот таких вот вещей, как взятие в плен подполковника российской армии, Пригожин должен был бы быть арестован просто в первую же минуту, потому что непонятно кто, непонятно какое, так сказать, вооруженное формирование, находящееся вне закона, бывший уголовник арестовывает подполковника на минуточку комбрига, выясняется, что они пытают, насилуют, грабят российские вооруженные силы. Естественно, реакция в случае, если бы Путин контролировал действительно происходящую реакцию, могла бы только одна – разрушение незаконного вооруженного формирования и арест непосредственных участников этого. Ничего этого не происходит. Это свидетельствует о том, что никто ничего не контролирует. Значит, дальше следующая история – это Делимханов. Ну, здесь я должен сказать, что все заявления… Вот я, например, не видел видео с живым Делимхановым, который бы вышел. Ну, просто этот персонаж более-менее известен, известна его любовь, значит, к телекамерам, любовь к выступлениям. Он очень говорливый, как, собственно, его шеф Кадыров. Ну, правда, у него проблемы с речью, он говорит так, что кроме «дон», «дон», «дон» ничего слышно не бывает, но, тем не менее, говорить он любит. И Делимханов тоже, так сказать, очень говорливый, такой он вальяжный, так сказать, бородатый, видный мужчина. И он очень любит выступать, любит позировать. И у меня нет ни малейшего сомнения, что если бы с ним было все в порядке, то мы бы сразу после извещения о том, что с ним какие-то проблемы, он то ли убит, то ли ранен, он бы буквально в этот же день тут же появился бы на экране, записал бы видео, где он бы стал издеваться, ну, понятно, в духе «не дождетесь». Ничего этого не было. Значит, скорее всего, с ним какие-то проблемы. Что там с ним конкретно? Значит, убит, ранен, еще что-то, неизвестно. А, значит, что является причиной? Опять-таки, я слышал о том, что непроверенные источники, сразу могу сказать, неподтвержденные. Просто один из источников в СМИ, даже не один, а несколько, сообщили о том, что, значит, это вагнеровцы подставили Делимханова. Вполне в духе Вагнера. Более того, я думаю, что даже это не, конечно, это не Пригожин, который, еще раз говорю, к военным действиям, к военному операции не имеет никакого отношения. Это, скорее всего, реальный командир Вагнера по фамилии Уткин, который действительно, так сказать, опытный офицер, и он понимает прекрасно. Более того, Уткин же впервые за все время войны вылез из тени, показал личико, это Гульчатай, но там личико, то еще, это, так сказать, детям не рекомендуется смотреть. Вот, там Фредди Крюгер отдыхает, вот, такой симпатичный парень. И он ясно сказал Делимханову и Даудову, сказал, ребята, мы с вами же встречались во время Первой и Второй Чеченской войны, помните, чем кончилось? И те заткнулись, потому что они понимают, чем заканчивается встреча с такими, как Уткин. Это профессиональный убийца. Поэтому то, что он мог подставить Делимханова, и, как бы, ну, например, сообщить координаты его нахождения, в этом сомнения нет. Игорь Александрович, а какие могут быть версии по мотиву? Вот для чего им это нужно? Если такое произошло, если, например, передали координаты или сами там что-то подстроили, зачем? Зачем вот устранять Делимханова, допустим, вагнеровцам? Ну, слушайте, конфликт. На самом деле то, что Путин пытается использовать кадыровцев против Пригожина, это очевидно, потому что, а кого ему еще использовать? Ведь вот эти вот основные части российской армии, они состоят из мобиков и, в общем-то, из достаточно, ну, скажем так, офицеров, которые в целом не очень мотивированы. И натравливать их на ЧВК, на мотивированные части, которые лучше снабжаются, лучше мобилизованы, лучше мотивированы, лучше, так сказать, боеспособны. Это безнадежно. А вот кадыровцам, да, можно. И он пытается это сделать. И, в принципе, и заявление Кадырова, который выступает довольно жестко сейчас уже против Пригожина, свидетельствует о том, что вот эти удары спинам могут нанести. Я думаю, что Пригожин, а точнее Уткин просто сработали на опережение. Ну, скорее всего, не своими силами, а просто-напросто подставив их под удар вооруженных сил Украины. Интересную историю или утку запустили российские медиа. Параллельно с историей Делимханова у нас в пространство, информационная реа новости, вбросили информацию, что якобы убит или ранен серьезно глава уже украинской разведки Кирилл Буданов. С украинской стороны никаких свидетельств и подтверждений этому нет. Но также вспоминается, что Кадыров, разыскивая Делимханова, обращался именно тоже к украинской разведке. Стоит ли связывать два этих сюжета? И как вы думаете, какие могут быть версии, зачем они запускают эту тему с Будановым? До этого помним, что про Залужного были такие же слухи, запущенные россиянами. Ну, с другой стороны, конечно, мы тут в Киеве находимся, и здание ГУР Главного управления разведки находится в центре Киева, и часто приходится его проезжать. И, конечно, в результате ракетных ударов видно, что на нем есть повреждения. Это тоже очевидный факт. Но насколько это может быть основанием для того, чтобы переживать за Буданова, я не уверен. Как вы воспринимаете всю эту историю? Какие могут быть версии? В отсутствие успехов каких-то на фронте в качестве, так сказать, ответов выступают утки. То есть вместо снарядов, вместо ракет, на ракеты тоже летят, но летят еще и утки. И вот этих уток достаточно много. Да, действительно, вы правы. Был разговор о гибели Залужного. Выяснилось, что вранье. Был потом разговор о гибели Буданова. Тоже, в общем-то, выясняется, что это вранье. Дальше, следующая утка, это, как ни странно, Байден. Вот только что, недавно, Соловьев выступил с огромной сенсацией. Оказывается, значит, Байден – это шестерка Зеленского. То есть, ну, чего вы удивляетесь? Мы еще не то услышим. Значит, до этого была противоположная версия, что Зеленский – это шестерка Байдена. Видимо, так сказать, концепция изменилась. И теперь разговор идет такой, что Байден – это, на самом деле, шестерка Зеленского. И Украина, оказывается, управляет Соединенными Штатами. Оказывается, Байдену была дана взятка, взятку дал Зеленский. Ну, или не Зеленский, а кто-то еще. Может быть, я не знаю, Порошенко, или я не знаю, кто ему давал взятку, по версии Соловьева. И вот теперь, для того, чтобы избежать разоблачения, избежать слива компромата, Байден делает абсолютно все, что ему приказывает Зеленский. Вот такая версия. Соловьев очень долго ее высказывал. Есть видео, где он об этом рассказывает на своем очередном Соловьином помете. И, в принципе, вот теперь вот, то есть, про то, что Байден умер, про это не говорят. Потому что, ну, просто Байден – личная фигура, он каждый день в эфире. А вот то, что он шестерка Зеленского, это теперь такая новость. И оказывается, именно поэтому, именно поэтому Соединенные Штаты Америки дают Украине абсолютно все, что она захочет. Вот просто абсолютно все, оказывается. Именно с этим все связано. Вот так вот объяснил происходящее Соловьев. Так что мы еще много чего услышим. Вообще, по мере, так сказать, продвижения украинских войск, я думаю, что будет очень много интересного в российском эфире. Много сказок, много страшилок, много пугалок. Значит, и угрозы, постоянное размахивание ядерными дубинками. И рассказы о том, что, да, сейчас же очень активно еще пытаются брасывать. Я думаю, что будут компроматы и на украинское руководство. Я совершенно уверен в том, что через какое-то время выяснится, что генерал Залужный является агентом ФСБ. Я думаю, что без этого не обойдется. Уверен в этом. Значит, именно поэтому он сейчас так руководит украинской армией, что она уничтожает российскую. Но это неважно, понимаете. Здесь за правдоподобием. Слушайте, ну если Путин публично говорит о том, что уничтожено пять патриотов, когда их всего два. Ну, вот что еще, да? Также он говорил, что не наносят удары по центру Киева, по административным зданиям. Хотя вот я вспоминал управление, главное управление разведки. И, конечно же, оно в центре, и по нему наносились удары, и не только по нему. Мы это все видели. Все киевляне. Слушайте, три с половиной миллиона живых свидетелей, которые каждую ночь, практически каждую ночь на себе испытывают эти удары. Понимаете? Ну вот, на самом деле, здесь поражает не только сам факт вранья, но и бесстыдство, и размах этого вранья. На самом деле, ложь – это, безусловно, сейчас основа этого фашистского режима. Ну, и на российском телевидении, где вот эта ложь попадает, с которого в умы граждан Российской Федерации, прозвучали такие странные вещи, удивительные практически. Вот один из экспертов, конечно же, в кавычках, на канале НТВ в программе «Место встречи» Борис Надеждин заявил, что в следующем году выборы президента, и надо выбрать кого-то другого, потому что Путин не приведет Россию в Европу, а Россия должна там быть. Удивительный нарратив о смене Путина. Прозвучала даже возможность того, что он может уйти, или не нужно его выбирать. Как вы думаете, это просто так, или это признак каких-то сомнений и во власти, и в элитах российских? Ну, здесь все-таки точки надо расставить. Надеждин – это не изначально, он никогда не был таким убежденным державником, фашистом и так далее. Надеждин – это изначально представитель демократического, либерального крыла российской политики, это в прошлом ближайший сторонник и личный друг Немцова. Но в дальнейшем с ним произошла трансформация, значит, судьба Немцова известна. А Надеждин, он попытался встроиться в режим, и он превратился в такого либерала по вызову, которого приглашали исключительно для публичной порки, для битья, для того, чтобы показать, какие либералы ничтожны. А здесь вот он вдруг неожиданно осмелел и сказал то, что на самом деле все знают, то, что все думают, и то, что очевидно. Сказал просто, что дважды два четыре, а король голый. Очень характерна реакция на это Норкина, который вместо того, чтобы, так сказать, затоптать или там позвать охрану, чтобы немедленно задержали Надеждину. Вместо этого он просто быстренько завершил программу. Это все свидетельствует о том, что все больше и больше людей понимают, что дело кончится плохо для российского режима, и не только для режима, но и для российского государства, и в целом для исторического проекта России. Я бы здесь в качестве примера вот такого вот озарения привел даже не Надеждина, который, в общем, ну, с ним, с Борей Надеждином все более-менее понятно. Он на самом деле действительно всегда так думал, но просто в последнее время он пытался встроиться в этот режим, но неудачно. Здесь более характерен пример с Константином Федоровичем Затулиным, который, значит, недавно выступил... Это глава комитета по делам СНГ Госдумы Российской Федерации. Заместитель представителя комитета. Это важно не его чин в Думе, а важно то, что он изначально, еще когда Путин был мелким питерским воришкой, Затулиным уже тогда был большим державником, большим патриотом и сторонником, так сказать, уничтожения Украины, поглощения Украины, Украины русским миром. Он тогда уже продвигал вместе с Лужковым, значит, идею Новороссии, идею, так сказать, оккупации Крыма и так далее. Так вот, этот самый Затулин, кстати говоря, это был действительно один из архитекторов всего этого проекта Большой Новороссии, которая является частью России, должна стать частью России. Мы очень хорошо помним, как он готовил почву тут, мы в Крыму его приезда, и это постоянно... Затулин, его роль, так сказать, его роль, роль Глазьева, она хорошо известна. Это вот один из таких серьезных военных преступников. Так вот, Затулин вдруг неожиданно, так сказать, ударился об землю и стал, и заговорил человеческим голосом, неожиданно совершенно, заявил о том, что никаких успехов в реализации планов специальной военной операции нет, что вообще нет никакой специальной военной операции, а есть война, и что на самом деле надо в корне менять политику, ну и так далее. Просто, что все провалилось. Ну, то есть, стал, опять-таки, говорить, что дважды два четыре. О чем это свидетельствует? Свидетельствует о том, что наиболее сообразительные в российской верхушке понимают, куда все идет. И понимают, что до конца оставаться в бункере, в общем-то, нежелательно. Кто-то начинает бежать, как Чубайс, например, из военных преступников. Кто-то начинает пытаться отползти хотя бы от бункера, если не от Рейха в целом, но хотя бы подальше от бункера, держать санитарную дистанцию. И вот выступление Затулина об этом свидетельствует. Это все вот такие признаки приближающегося конца режима. Игорь Александрович, спасибо вам большое, что вы приняли участие в нашем эфире. Друзья, мы общались с нашим гостем. Это Игорь Александрович Яковенко, российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Поставьте, пожалуйста, лайки нашему гостю. Подпишитесь, пожалуйста, на канал Политека. Ну и спасибо вам за внимание. Желаю вам хорошего дня. Всего доброго. Оставайтесь с Политекой. Продолжение следует...